На базе средней школы номер 9 состоялся областной семинар-практикум «Современные подходы к организации работы по военно-патриотическому воспитанию детей и учащейся молодежи». Цель и задачи мероприятия очертила начальник Центра идеологической, воспитательной и социальной работы Грудненского областного института развития и образования Елена Акимова. Почему именно Слоним и почему именно 9-я школа города Слонима? Это закономерный процесс, потому что школа номер 9 города Слонима имеет глубокие традиции. Кодетство у них развивается уже в течение 25 лет. В сентябре 2022 года они получили статус областного ресурсного центра по военно-патриотическому воспитанию. Именно на их примере учится вся область, ну и не побоюсь этого слова сказать, что даже и республика. Поэтому хотелось бы, чтобы воочию наши представители всех регионов Грудненской области увидели опыт средней школы номер 9 города Слонима, сотрудничество их с воинскими частями и военкоматами зональными, и для того, чтобы могли потом интегрировать в свою работу то, что увидят они сегодня. Как вы считаете, чего не хватает сегодня в реализации или в решении этого вопроса патриотического воспитания? Вы знаете, наверное, хватает всего. Не хватает только, наверное, еще осознания, что это очень-очень важно. И то, что происходит и в мире, и то, что происходит вокруг нашей страны, и то, что происходит внутри страны, мы сегодня люди все стали неаполитичными, мы все понимаем, что вопрос патриотического воспитания молодежи, вопрос того, что действительно кто будет трудиться на нашей земле и жить, и тот, кто будет защищать нашу родину, нашу страну, это вопрос первостепенной важности и вопрос безопасности, национальной безопасности государства. Семинар состоял из теоретического блока и показа на базе интерактивного тира, школьного музея, комнаты кадетской истории и других площадок форм военно-патриотического воспитания. Как отметил в одном из своих выступлений глава государства, патриотизму нельзя научить. Можно только показать пример своей искренней любовью к родной земле, гордостью достижениями своего народа, бережным отношением к историческому наследию, уважением к традициям и ценностям многих поколений белорусов, конкретными делами, во благо своей страны. В районе сложилась своя система работы по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, центрообразующим звеном которой является деятельность руководителя по военно-патриотическому воспитанию. На протяжении двух лет с момента введения данной должности учреждения образования укомплектованы на 100%, у нас их 14 человек. К слову, ранее служивших военных среди них 60%. На руководителей по военно-патриотическому воспитанию сегодня возложены непростые задачи. Считаю, что занимать такую ответственную должность должен человек с активной жизненной позицией. И в выступлениях участников семинара и на площадках звучала основная идея военно-патриотической работы и ее практическая действенность, а главная цель – воспитать и достойного гражданина Белоруссии. В годовом цикле патриотических дел имеется большой арсенал различных средств, востребованных, интересных и эффективных. Различные месячники, декабли, интерактивные игры и многое-многое другое. Достойное место среди всех мероприятий занимает информационно-образовательный проект «Школа активного гражданина». Мы поднимаем наш план, сквозь злые ветры, трехов, и неверия за славу. В этом воюм и строю мы берем правду свою и поднимаем наш план, своего государства. Экскурсии, конечно, можно придумать в наших условиях множество. И тут, конечно, не только по своему счастью, обязательно сотрудничество. Здесь можно и самобой-то все в школе продумать. Главное, чтобы была инициатива, маршрут, куда ты поедешь, в голове, не один простой, одно направление. Ну и, конечно, средствовать для того, чтобы транспортные и все остальные потребности реализовать. Вот у нас музей, по которому мы ходим, и животные, марш-бросок по местам боевых славы Слотинского района. Это у нас Василий Владимирович Афанасьев, который вот здесь присутствует. Он у нас, это дело, курирует, наверное, больше всех. Интереснейшие рассказы. Во всей окружности Слотинского можно ездить бесконечно. У нас насколько здесь обширная территория для вот этой деятельности. Страшную войну пришлось пережить нашим народом, нашим солдатам. И выстоять. И победить. Уважаемые участники семинара, ребята, я приглашаю вас принять участие в нашем диалоге перед памятью «Время бессильна». Это как лазерное оружие, которое вот здесь у меня находится, и на сетке. Также тематическое оружие, которое вот на первом столе лежит. Ну и дальше оружие, которое у нас хранится в комнате для хранения оружия. Дети находятся на огневом рубеже, команда к бою. Каждый из них разбирает закрепенное за ним оружие, докладывает о готовности и начинают отстрел. Все то же самое, только вместо пулю лазерный луч. Потом увидите, какая картина здесь будет. Понежье июля 29 дня сего, 1731 году, печатными нашими указами к народу объявлено всемилостивейшее наше повеление о учреждении корпуса кадетов. Сыны отчизны синяокой, над чарой томной неглубокой, рекут кадетское ура, идет в погонах детвора. Поэтому в середине 18-го века стали открываться кадетские корпусы в Гродно, в Бресте, в Полоцке. Ваша программа очень насыщенная, поэтому вы не поучаствуйте в инстаграме. Мы разработали с ребятами очень увлекательную игру. Но я хочу кратенько сказать, наш музей был открыт в 2014 году, и за время работы в музее было собрано около 200 экспонатов. Продолжение следует...